Для спокона здесь не так много времени уделено тренировкам и соревнованиям, как можно было бы, наверное, ожидать. Всем привет, это Кейкей. Мне нравятся споконы, они яркие и вдохновляющие. Только вот чем старше я становлюсь, тем менее вдохновляющими они мне кажутся. Поэтому приятно увидеть что-то в этом жанре, более подходящее для моей возрастной аудитории. Микото Сератори уволили из команды по бомбинтону Мицухоси Банка, но он достаточно быстро получил предложение от другой компании. Только если в предыдущей команде он играл в одиночном разряде, то в новой ему придется играть в паре. А кроме того, в его рабочие обязанности теперь входят не только тренировки и соревнования, но и полноценная работа сотрудника отдела продаж. Споконы в последнее время стали уж слишком однообразны. И с одной стороны появляется в аниме больше разных видов спорта, но с другой практически одинаковое построение сюжета и шаблонные персонажи не могут не надоедать. Поэтому в данном аниме что-то свежее приносит как минимум взрослые главные герои. Часто главный герой споконов это энергичный и общительный персонаж. Микото Сератори вообще не такой. Он скорее похож на тип второго главного героя. Интроверт, зацикленный только на бомбинтоне. И половина аниме посвящена его адаптации в новой компании, где кроме занятия бомбинтоном ему приходится работать продажником. Интроверт-продажник это, конечно, тяжело. И на удивление, эта часть получилась не менее интересной, чем соревнования. Более того, Микото не хотел выступать в парном разряде из-за психологической травмы, которую он заработал, играя в паре еще в школе. Но благодаря его новому партнеру Тацуру Миядзуми, Микото удается влиться в коллектив. Еще одна черта Микото это его любовь к странным напиткам. В частности, к Натоколе, производством и распространением которой занимается его новая компания. И, как мне кажется, на этой черте его личности здесь сосредоточено как-то уж слишком много внимания. Я понимаю, что это было сделано, чтобы сделать персонажа более приземленным и понятным. Мне бы было достаточно того факта, что он становится весьма болтливым, когда выпьет. Второй главный герой Тацуру Миядзуми не менее интересен. Раньше он был одним из лучших игроков, но соревноваться с возрастом становилось не так уж просто. Для него работа с Микото еще один шанс или даже больше мотивация продолжать играть. У него есть конфликт с одним из менеджеров, который, на мой взгляд, высосан из пальца. Потому что нам большую часть тайтла рассказывают какой Тацуру хороший сотрудник. Плюс и в нерабочей деятельности занимается. А желание менеджера, с которым у него конфликт, это улучшение дел компании. Для Свакона здесь не так много времени уделено тренировкам и соревнованиям, как можно было бы, наверное, ожидать. Я бы сказала, что это аниме весьма даже сбалансировано. Здесь буквально все поровну. Серия с тренировками и серия повседневная. Но под конец уже, конечно, одно большое соревнование, куда же без этого. В целом упор сделали на персонажей и их отношения. А во второй части даже решили затронуть слишком много тем, что само по себе, наверное, неплохо. Но сравнивая ее с первой, более спокойной и сбалансированной частью, вторая кажется немного перегруженной. У нас тут и Кокитакеда, у которого боянь сцены, из-за чего он не может сосредоточиться на игре. Тору Суяма, талантливый бомбинтонист, который решил сосредоточиться на работе и уделять время семье. Но после решил вернуться в команду. Братья Тойя и Сота с какими-то своими братскими заморочками, где старший брат хочет, чтобы младший им восхищался и так далее. Кстати, последняя упомянутая также перекликается с парой других братьев соперников команды главных героев. Ну и плюс, как уже было упомянуто, пытались разыграть карту студсовета, как я ее называю. Ведь здесь есть противный менеджер, который считает, что команда по бомбинтону компании не очень-то и нужна. Я, кстати, тоже не особо понимаю, зачем компании команда и как этот маркетинг вообще должен работать. Но нам здесь все показано настолько вдохновляюще, что по ходу просмотра ты этим вопросом не особо-то и задаешься. Также здесь есть один неожиданный поворот, раскрывать я который не буду. Уж, как мне кажется, я слишком много сюжета уже рассказала. Но выглядит этот плот-твист притянутым за уши. И, как мне кажется, можно было бы выбрать что-то одно. Либо конфликт с менеджером, либо этот неожиданный поворот. Так бы концовка казалась менее скомканной. Графон здесь весьма осмотребельный, но местами, конечно, простоват. В целом, ситуация стандартная. Ленивые повседневные сцены, особенно на общих планах. Конечно же, куда без дешевого CGI. И если валанчики, например, вписаны в общую картину, то автомобили все еще отстаивают свою индивидуальность. Но вот некоторые сцены соревнований выглядят весьма захватывающими. А еще мне нравятся дизайны персонажей. Да, они в каком-то смысле шаблонные, но зато сразу понятны характер героев. Даже если вы не так много аниме смотрели, то примерно можете догадаться, как будет себя вести тот или иной персонаж. Осты здесь — это то, что ты ждешь отспоконно. Надрывной энергичный опенинг с электрогитарами. Не то чтобы в видеоряде можно было что-то выделить особенное, но моменты представления некоторых персонажей выглядели сильно. Эндинг по классике более лиричный, а стилизация в видеоряде выглядит интереснее. Пусть и сам видеоряд несколько проще, зато там игуана очаровательная. Тем не менее, это аниме мне смотреть было весело. Уж долго, спокойные были чем-то преимущественно юношеским, что, конечно, само по себе неплохо. Но мне нравится, что появилось что-то более зрелое. Если мы говорим о каких-то похожих аниме, то я бы, наверное, вспомнила Тайтл в ногу с ветром. Также главный герой — серьезный персонаж с некоторой травмой, плюс история больше сосредоточена на героях и их отношениях. Интересный факт — студия, которая выпустила данный Тайтл, уже выпускала аниме про бомбинтон. Также не особо типичный спокон, да еще и с женскими персонажами — Ханебадо. Ну а говоря про споконные со взрослыми главными героями, можно вспомнить несколько меланхоличные «Денежное поле» или «Вынос гиганта», психологический Тайтл про бейсбол один на вылет. Ну и уж, если уж начали говорить, то фансервисный Юрий на льду тоже, как мне кажется, подойдет. Вот такие мои мысли об этом аниме. И как всегда, всем спасибо за просмотр. Увидимся в моем следующем видео. Пока-пока.